Я уже рассказывал про свою гипотезу о том, что остроконечные формы египетских пирамид на самых древних изображениях являются подлинной, и она имеет прямое отношение к форме пирамид, которая строила античные цивилизации. Погибший по версии Олега Поплюченко во время потопа рубежа XVI-XVII веков, точно такую же форму имеет и античная пирамида Цести в Риме, которая сохранилась до наших времен. А вот форма египетских пирамид была заменена фальсификаторами на нынешнюю, чтобы скрыть причастность к ее строительству этой самой античной цивилизации. Произошла эта фальсификация где-то в период 1770-1830-х годов. И на рисунке 1838 года была запечатлена уже нынешняя форма пирамид Гизы, созданная несколькими внешними слоями плитого геополимерного известняка. Обо всем этом я уже рассказывал в предыдущих роликах, а потом и повторяться на эту тему не буду. Хочу лишь дальше ее вам развить. Исходя из предыдущего анализа информации, следует считать наиболее верными самые древние изображения египетских пирамид, которые создавались до 1770-х годов, когда фальсификаторы начали изменять внешний облик пирамид и облик сфинкса, о чем я уже тоже рассказывал. Помимо уже упомянутой пирамиды Цести, мою версию подтверждает изображение, находящееся в потолочной части базилики Святого Марка, создание которой относится к 1200-м годам. Это изображение вы сейчас и видите. Посмотрите, и прямые, и ступенчатые пирамиды античных времен имеют характерную остроконечную форму, как и в пирамиде Цести. Есть еще интересные рисунки более поздних времен. Вот, например, среди этих трех изображений египетских пирамид. Первый верхний слева рисунок из серии «Семь чудес» принадлежит Мартину Хемскерку и датируется 1572 годом. Второй рисунок нижний слева неизвестного художника и датируется 1500-ми годами. Третий рисунок, который справа, принадлежит известному ученому-изуиту Афанасию Кирхеру и датируется уже 1676 годом. Данный рисунок я уже использовал ранее. Известно, что Афанасий Кирхер был незаурядной личностью и сделал множество интересных открытий и изобретений. Однако, учитывая его отношение к ордену иезуитов, не следует слепо верить во все его утверждения. И все же, некоторые другие его рисунки, посвященные египетским пирамидам, также достаточно интересны. Известно, что он сильно увлекался египетской тематикой и посвятил Египту одной из своих книг под названием «Эдип египетский». Чем же интересен нам вот этот рисунок Кирхера? Во-первых, все той же античной формы пирамиды, отличной от нынешней. И опять же, отличным обликом сфинкса. На заднем плане мы видим не просто голову, а уже целый бюст человека белой расы, который обликом своим, как мне кажется, напоминает все того же знаменитого царя-полководца Александра Македонского, который построил свою новую столицу на землях Египта. Еще один рисунок Кирхнера является свидетельством того, что некогда пирамиды Египта были наполовину занесены песками в пустыне. И, вероятно, фараоны участвовали в очистке их от песка и даже, возможно, частично реставрации. Кирхнер был не единственным, кто изображал египетские пирамиды в 17-м столетии. Обращаю ваше внимание на то, что левый рисунок датируется 1698-м годом, а второй датируется уже 1755-м годом. Посмотрите, как начинает трансформироваться прежде античный образ сфинкса к этому периоду, когда уже начала готовиться практическая фаза фальсификации истории. Можно предположить, что последний, более поздний рисунок уже создавался в рамках готовящийся к практической фазе фальсификации, ибо за каких-то 60 лет сам по себе облик сфинкса не мог измениться так резко. Вот мы все ближе подбираемся к примерной дате начала этого проекта. Вот еще два интересных рисунка, выполненных Робертом Хубертом в 1765-м и 1760-х годах. Здесь мы видим, что стороны пирамиды еще соответствуют остроконечной форме. Особенно это хорошо видно на более раннем рисунке 1760-го года, который справа. Но вот при этом возникает вполне резонный вопрос. Зачем нужно было через какие-то пять лет рисовать новый рисунок практически в той же перспективе, но изображать при этом стороны пирамид уже более пологими. Вероятно, что к этому времени процесс подготовки и трансформации внешней формы пирамид был уже запущен. Но изменение внешнего облика сфинкса началось даже раньше. И если в иллюстрированной книге для детей «Семь чудес света древнего мира», изданной Фридрихом Джастином Бертухом в 1790-м году, мы видим еще достаточно остроконечную форму пирамид, напоминающую пирамиду Цести, то лицо сфинкса в 1798-м году приобрело вид человека негроидной расы, как это изображено на рисунке Карла Вивианта Денона. Оно и понятно, что изменить облик сфинкса было гораздо легче, чем форма трех пирамид Гизы. До этого затраты были несоизмеримы. А поскольку к этому периоду практическая работа фальсификаторов вошла в самую активную фазу, то и нет смысла разбирать остальные более поздние рисунки, которые с вероятностью в 90% являлись уже тем самым фейковым вбросом фальсификаторов, о котором рассказывают нам некоторые разоплачители. В одном мы можем быть точно уверены, что окончательно хорошо знакомый нам омлик сфинкса и внешний вид пирамид Гизы появляются на рисунках 1838-1839 годов. Следовательно, к этому периоду все основные работы по сокрытию первоначального античного вида этих сооружений были уже полностью завершены. Единственное, чем занимались фальсификаторы, это наращивали уже нечеловеческие тела сфинкса. И вот эти работы даже попали на фотографии. Конечно, все изложенное мною является только гипотезой, а потому не нуждается в слепом принятии на веру. Это все-таки не религия. Главное для меня, чтобы люди начали самостоятельно мыслить. Без слепой веры все доисторические мифы из учебников и научились выдвигать собственные версии исторических событий. Только так, рассматривая историческую перспективу с разных направлений, мы сможем восстановить спрятанные от нас фальсификаторами правду о подлинном прошлом человеческой цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова